Тем временем Корпорация развития Южной Якутии совместно с правительством региона прорабатывает вопрос о создании еще одной территории, опережающего социально-экономического развития. На днях город Нерингри посетили руководители корпорации, китайские инвесторы. Наш корреспондент Надежда Акимова о том, какие проекты в скором времени могут заработать в Южной Якутии, о каких приоритетных направлениях сотрудничества с китайской стороной идет речь и перспективах Нерингриинского района в целом. Сегодня Южная Якутия – один из привлекательных и перспективных уголков нашей республики для больших промышленных проектов, а также удобный логистический узел для поставки товаров на экспорт и импорт. Поэтому именно сегодня Корпорация развития Южной Якутии активно пытается привлечь инвесторов для реализации больших и средних долгосрочных проектов, которые помогут получить нашему региону статус тор и со временем обеспечить жителей Якутии рабочими местами. В этих условиях, конечно, диверсификация, развитие новых отраслей, нетрадиционных, или, может быть, вспомнить то, что было раньше, например, развитие деревообрабатывающей, лесной промышленности, заготовка разных дикоросов и реализация их на внешние рынки, что сейчас стало выгодно. Это все может быть эффективно. И там везде будут задействованы наши люди. С этой целью генеральный директор Корпорации развития Михаил Брук вместе с генеральным директором Хелунзианской главной компании по объединению развития экономики и технологии, господином Тун Чембо, прибыли в Якутию. Главной целью этой поездки стало ознакомление гостей из Поднебесной с проектами, которые в дальнейшем можно инвестировать. Мы выберем не один проект, который поспособствует развитию нерингринской экономики, но акцент будет сделан обязательно на нефтеперерабатывающей промышленности. Но не только нефтеперерабатывающая промышленность заинтересовала инвесторов. Они также ориентированы на добычу полезных ископаемых. Кроме того, зарубежные партнеры выразили готовность построить металлургический завод и освоить селегдарское месторождение. Это не менее тысячи рабочих мест. Всегда, когда мы анализируем, рассматриваем эти проекты, мы, конечно же, вот такой параметр, как количество рабочих мест, рассматриваем в качестве одного из приоритетных. Помимо промышленности, делегация рассмотрела также сотрудничество в направлении торговли. Гостей очень заинтересовали товары местного производителя компании «Айгуль». Явный интерес сотрудничества не только по чайной и колбасной продукции, но и совместные интересы по пищевому направлению на площадке обеих сторон. Бизнесмены Тун Чембо удивили и поразили бизнес-проекты молодых предпринимателей, которые на базе технопарка Нерингри продвигают инновационные идеи. В их число входят сельскохозяйственные технологии, такие как гидропоника. Помимо агропромышленного сектора, гость обратил внимание на современные методы, применяемые в освоении природных ресурсов, включая лес, месторождение графита, бальзата, апатитов, полудрагоценных камней, а также многих других полезных и нерудных ископаемых, которыми богата Якутия. Мы должны стремиться, скажем так, к межрегиональному сотрудничеству, к международному сотрудничеству, что тоже немаловажно. Почему? Потому что инновация очень правильна, когда она работает для внешнего рынка, для более широкого спектра. На сегодняшний день в рамках сотрудничества создано предприятие в столице Якутии, которое будет определенным гарантом и фондом для развития проектов ТОР на территории нашей республики. Около 100 миллиардов рублей планируется инвестировать партнерами из Поднебесной в развитие вновь созданных предприятий Южной Якутии. В планах корпорации создание индустриальных парков, благодаря которым в сравнительно короткие сроки и не за большие деньги, возможно укрепить экономику и дать уверенность в завтрашнем дне жителям Юга Якутии. Надежда Акимова, Дмитрий Горбов, Семен Амосов. Специально для программы «День за днем». Продолжение следует...